Уважаемые мельтопольцы, уважаемые украинцы, как обычно несколько минут подождем, пока большее количество зрителей присоединится к эфиру и после этого начну отвечать на те вопросы, которые были заданы ранее и на те вопросы, которые будут задаваться во время прямого эфира. Продолжение следует... 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 О том, что все пенсии, все свои обязательства государство Украины перед пенсионерами будет выполнять. Все на сегодняшний день выплаты производятся в срок. Есть сложности с теми пенсионерами, которые получали пенсии наличными через Укрпочту. Сложности есть. Укрпочта героически выполняет свою работу. Банки, которые функционируют на территории города Мелитополя, украинские, достаточно в сложных обстоятельствах также героически выполняют свою работу. И сегодня проблема есть с выплатой наличных пенсий. Но мы нашли совместно с ними решение этого вопроса. Это оформление карточек для тех, кто ранее получал наличными и возможность на эти вновь оформленные карточки получить пенсию за тот промежуток, который не были получены. Поэтому пути есть решение этого вопроса. Обращайтесь ко мне лично, либо в центр, либо к сотрудникам пенсионного фонда. Мы все подскажем, как это правильно сделать. Но все выплаты пенсий, как и всех остальных социальных выплат, есть и будут от государства Украины. Никто не собирается, и их останавливаем. Переходим к вопросам. Добрый вечер. Почему исполком не платят проценты по теплым кредитам уже полгода, а платят наши РСБУ, приводбанк снимает проценты? Спасибо, что обратили внимание на этот вопрос. Сегодня поручение дано первому заместителю городского главы. Все будет выплачено. Что с Ярославом Жуком и Евгением Астаховым? Для меня стало новостью вчерашнее видео, появившееся с Ярославом Жуком. Четко понимаю о том, что расисты издеваются над ним, пытают и под дулом автомата заставляют говорить на камеру вещи, которые абсолютно не соответствуют действительности. Центральные органы власти проинформированы о задержании этого человека. И на сегодняшний день я надеюсь, что будет приложено максимум усилий для его обмена. Потому что весь тот бред, который заставили его сказать расисты, не соответствует абсолютно действительности. Уж точно никого из сил сопротивления расисты не могут найти. Потому что силы сопротивления это все те жители, которые живут на временно оккупированных территориях. Никто не соглашается сотрудничать с расистами. Только под угрозами, дулами автоматов. Все то, чем занимаются на сегодняшний день россияне. Когда освободят Мелитополь? Уважаемые горожане, жду так же, как и вы. Верю в наши вооруженные силы, так же, как и вы. Они делают сложнейшее, выполняют сложнейшую задачу. Командование вооруженных сил, высшее политическое командование Украины. Уверен, что приложит максимум усилий, чтобы мы с вами как можно быстрее оказались в своем родном городе. Ваня, ты видел, что рашеки творят с местными пацанами. Как быть, какие меры предпринимать будешь. Если мы говорим сейчас про задержание в плен людей, то наша задача всех фиксировать и в силовых структурах, в тех органах, которые занимаются обменом пленных, максимально акцентировать внимание на то, чтобы люди как можно быстрее пленные обменивались. Это единственное, что на сегодняшний день возможно делать. Вы прекрасно знаете о том, что россияне скрывают о том, что они воруют людей, скрывают, где их держат и скрывают, что с ними делают. Поэтому наша задача максимально поднимать этот вопрос в правовом уровне, а задача всех родных и близких сразу же фиксировать события о взятии в плен, о выкрадении, о воровстве людей, для того, чтобы это проходило по официальным всем сводкам. Чем можно организовать досточение навстречения школьников, которые лишаются на окупованной территории? Так, конечно, возможно. Зараз наш отдел обороны, наши керевники закладов обороны 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 обороны, и, как мы обещали, в первых числах серпня мы выйдем с пропозициями, как будет действовать научный процесс на территории города Мелитополя. В Мелитополе школы хотят сделать русский, все на русском переводят, когда вы его заберете. Ну, ответил уже по поводу освобождения нашего города. Чие кисновины стационарно выплаты ли корняных за ситшин лютый? Да, есть новины. Они достаточно в большом количестве уже выплачиваются. Если есть какие-то информации о том, что не выплачены ли корняные, пожалуйста, мне в личное сообщение. Мы поможем разобраться с этим вопросом. В ДИИ не подтягивается ИПН на старую фамилию из-за того, что не могу оформить ВПО. Можно ли решить вопрос, обратиться в налоговую или ЦНАП? Сейчас нет возможности. Тоже прошу зафиксировать вопрос. Постараемся в ручном режиме помочь. Зрубить потом коротко текстом, про что говорилось. Чтобы можно было переслать и батькам в Мелитополь. Кажется, что интернет натягивает видео. Окей, дякую. Без проблем, сделаем. Что с материальной помощью жителям временно оккупированных городов и обещали разобраться? Мало того, что разобрался, мы поднимали этот вопрос на уровне заместителя министра финансов, на уровне заместителя главы офиса президента. Завтра в очередной раз будем говорить на эту тему. Все понимают актуальность выплаты, социальные выплаты, помощи материальной тем, кто остался на оккупированной территории. Я надеюсь, что этот вопрос решится. Буду также информировать о том, как это продвигается. Можно оформить свидетельство про нарушение за доручением другу, не выехать в Запорожье. За доручением другу. Давайте также в индивидуальном порядке мы зафиксируем это вопрос. И есть у нас случаи, когда мы помогаем на оформлении таких выплат. Константиновская больница что сделать, пытается выдать по 10 тысяч рублей и сказать, мол, Украина в следующем месяце платить ЗП не будет, нужно переходить на русскую зарплату. Еще раз акцентирую внимание. Доктора, учителя, все наши социальные работники, пенсионеры, все без исключения получают все выплаты от украинского государства и будут получать. Как и наши доктора, в ближайшее время, наверное, в рамках недели получат заработную плату. Когда в городе будет работать мобильная связь, Водофон или Киевистар? Как только освободим город, сразу же восстановим и связь. Во время нахождения там расистов, мы четко оккупантов, мы четко понимаем, что мы не можем это сделать, потому что это одна из их основных целей. То есть заблокировать коммуникационно, информационно вас для того, чтобы полностью насытить расистской пропагандой. Как ребенок записаться в украинскую школу? На сайте Управления образования, на сайте школ тоже окей, хорошо, что задали вопрос. Зафиксируем и 1 августа, когда будем проводить информационную кампанию на эту тему, обратим на это внимание. Если мы будем ехать через Крым, будут потом проблемы вернуться? Нет, не будут. Есть четкие комментарии Миграционной службы Украины о том, что жители оккупированных территорий, которые на сегодняшний день вынуждены выехать через Крым, к ним не будут применяться санкции за выезд через временно оккупированную территорию. Есть официальная трактовка Миграционной службы, Министерства реинтеграции, если не ошибаюсь, на эту тему. Сдали документы на паспорт уже полтора месяца назад и еще не готов. Когда будут выдавать паспорта? Прошу зафиксировать тоже помощников этот вопрос. Обратим внимание, в индивидуальном порядке отработаем. Дуже прошу вас, допомогутые мои подрази, я оказалась одна с молодой дотиной вместе в Малитополе и терминово-потребная операция, половину суммы забрала, и речь, что хочет она, и не оснащена, и просто не довезет. И еще можно, можем отопомогти, случайно, и, пожалуйста, прошу связаться индивидуально помощников, чтобы мы организовали этот вопрос. Что известно за предприятие Запорожского облаэнерго Милитополя? Будет выплачиваться зарплата тем, кто не пошел на сторону врага? Да, по официальной информации с облаэнерго, которая у нас есть, те сотрудники, которые не согласились работать с расшистами, будут выплачиваться заработная плата. Кстати, и ситуация несколько эфиров назад была у нас такая же по Милитопольскому локомотивному депо. Там, где, к сожалению, большое количество сотрудников согласилось сотрудничать с оккупантами, нам удалось добиться того, чтобы те сотрудники, которые не согласились сотрудничать с оккупантами, будут получать заработную плату от государства Украины. Есть также на эту тему уже, мало того, что устные подтверждения, есть документальные подтверждения, поэтому наша задача, чтобы все украинские выплаты продолжались. Наша задача, чтобы люди работали на государство Украина, а не на непонятных оккупантов, которые точно сбегут с нашего города. Что известно, так, подскажите, пожалуйста, если платят за электроэнергию на прежние счета, платежки дойдут или не будет долг? Да, дойдут платежки, все те же счета облэнерго остались. Скажите, пожалуйста, будут ли платить учителям, которые не вышли на работу в сельских школах? Смотрите, у нас сегодня есть сложности с некоторыми территориями, которые будут заблокированы выплаты. Это там, где руководители сколлаборировали, не хочу сейчас в эфире это акцентировать. Это три территории Мелитопольского района, где счета будут четко заблокированы и будут назначены главой областной военной администрации Александром Васильевичем Старухом и инсирована подальня на назначение глав военных администраций. И после этого назначения будут выплачиваться тем, кто не пошли сотрудничать. Соответственно, есть проблемы на четырех территориях. В Мелитопольском районе, на территории четырех АТГ. С этими проблемами в кратчайшие сроки мы разберемся. Те, кто не пошли сотрудничать, да, будут получать выплаты. Уважаемые горожане, вот с этой проблемой мы точно когда вернемся, разберемся. Но никто же не будет ходить и заставлять платить сегодня сразу все и так далее. Сегодня невозможно это посчитать. О чем мы говорим? Вернемся, разберемся. Когда будет газ? Этого ответа не существует. В месте аварии ведутся активные боевые действия. Российские военные регулярно обстреливают эти позиции. И, конечно же, коммунальщики не смогут восстановить магистральный газопровод, пока идут данные бои. Почему тех персоналу школ до сих пор не выплачены отпускные, ведь мы тоже люди? Хороший вопрос. Согласен. Зафиксируем. Сегодня, завтра проведу совещание с нашими сотрудниками. Выясним и доложим. Есть ли помощь при выезде с Мелитополя? Есть места для временного пребывания людей, у которых нет финансовой возможности снять себе жилье в Запорожье? Да, есть. Обращайтесь к нам в центр, который расположен на территории Запорожья. Временное жилье мы предоставим. Нужно ли забрать в школе и техникуме документы детей? Нужно ли забирать в школе и техникуме документы детей? Это сложно, но все аттестаты, все, что нужно, мы готовы выдавать. Обращайтесь к нашим консультантам по образованию, мы всем этим поможем. Как забрать документы с суда в Мелитополе, которые были готовы в феврале? Хороший вопрос. По суду первый раз. Зафиксируем, отработаем, чуть позже скажу и лично с вами свяжемся также на этот вопрос. Доположить с оформленной допомогой при народжении детей не онлайн заработали, але заяву никто не бачить. Хорошо, давайте в индивидуальном порядке также мы поможем с этим. В вашем центре Запорожье принимают людей из других городов. Знаете, у нас на эту тему сегодня буквально была дискуссия на совещании. Позиция и моя, и народного депутата, она следующая. Да, этот центр должен обслуживать все временно оккупированные территории Запорожской области. Сегодня он не в состоянии обслуживать всех, но через короткий промежуток времени мы хотим к этому прийти. Сегодня уже на территории данного центра обслуживается большое количество городов, временно оккупированных Запорожской области. И я попрошу руководителя центра отчитаться, какие города уже обслуживаются на территории нашего центра. Скажите, что делать с приватбанков? Денег нет денег гасить кредит, а процент бешеный. У нас были проведены переговоры с приватбанком о том, что людям с оккупированной территорией будет помощь в льготное кредитование. Прошу также зафиксировать вопрос. Мы завтра свяжемся с приватбанком в индивидуальном порядке и поможем решить. Я работала в школе медсестрой и воспитателем. Уволилась 29 апреля. До сих пор нет расчетных, ни заработной платы за апрель. Прошу связаться, насчитать и в этом месяце все выплатить. Окей. Как продлиться с выплаты на опекунство, если документы заканчиваются, а срок окончается в августе? Тоже поможем в индивидуальном порядке. Если 15 числа Госдума проголосует за мобилизацию, у нас будет, как Донецк и Луганск, будут принудительно забирать людей. Смотрите, я также этой темой касался уже несколько месяцев назад. О том, что люди, оставшиеся на временно оккупированной территории, находятся в опасности. Все помнят ситуацию, когда расисты, оккупанты снимали на блокпостах наших мужчин и не выпускали из города. Они же зачем-то это делали. Для меня абсолютно понятно, зачем они хотят сделать так же, как Донецк и Луганский, забирать наших же людей, воевать против нас. Поэтому гарантировать, что этого не будет, я не могу, а больше склонен к тому, что будет. Родителей в Мелитополе запугивает лишением родительских прав, если дети не пойдут в школу, а учителя, которые не выехали, обещают вывезти куда-то, если будут работать онлайн. Как быть? Выезжать на подконтрольную оккуренную территорию. Это единственная гарантия того, что ничего не случится ни с учителями, ни с детьми. По-другому гарантировать безопасность в оккупированном городе невозможно. Но с другой стороны, у меня вопрос. Как это лишать родительских прав? Это каким документом? Это будут принудительно забирать детей у родителей и где-то прятать? Идиотизм, конечно. Но единственный способ обезопасить себя, это выехать на подконтрольную территорию Украины. Если я выехала за границу и не получаю там пособие, а можно пособие получить Украины? Есть четкая регламентация. Кто может получить через ДИЮ соцвыплату? Скинем инструкцию еще раз, чтобы по ней последовать. Почему бюджетные организации заставляют писать за свой счет? Например, какие? То есть у нас есть алгоритм выплаты всем бюджетным организациям. Команды никому я не давал писать за свой счет. Как быть сотрудником стадиона, которые не пошли на сотрудничество и зарплаты Украины не выплачиваются? Свяжемся индивидуально, выплатим зарплату. Мне 45 лет в мае месяце. Как поменять паспорт Украины или вклеить фото, если я нахожусь в Мелитополе? Выехать на территорию Запорожья и поменять фото. Вклеить фото. Почему нет ответов по поводу социальной службы и ее зарплаты 50%? В чем вопрос? Почему платится зарплата 50% бюджетникам? Потому что на сегодняшний день в бюджете города Мелитополя действительно не хватает денежных средств для полной выплаты. Поэтому мы стараемся всем выплачивать заработную плату. Те сотрудники, которые сегодня продолжают работать на территории города Мелитополя, получают 100%. Те, кто находится на удаленке, те, кто находится не на рабочем месте, но продолжают числиться в структурах и время от времени работать по законам Украины, получают 50%. Как быть фокупом, если принуждают идти на перерегистрацию? Моя позиция, она абсолютно следующая. Она не поменялась на протяжении последнего месяца. Люди должны ходить на работу. Если работает завод, люди должны ходить на работу, дабы обеспечить свою семью всем необходимым. Ответственность за регистрацию предприятия, за регистрацию в банках, за оплату налогов несут руководители предприятия. Если они примут решение содействовать оккупационной власти, это будет нарушение закона и нарушение закона о коллаборации. Если сотрудник приходит работать у станка, он точно ничего не нарушит. Можно ли выехать без паспорта на Запорожье? Нет, нельзя. Правда ли, что говорят, что в Мелитопольском районе отключат свет? Я бы сказал, что вопрос касается не исключительно Мелитопольского района, а вопрос касается в целом ситуации с электроснабжением города Мелитополя и части оккупированной Запорожской области. Вопрос в том, что расшисты зашли на территорию Облэнерго, на все наши подразделения, на высоковольтные, на городские, на районные сети. И большинство сотрудников не захотело сотрудничать. Именно поэтому Облэнерго продолжает платить заработную плату сотрудникам, которые не захотели сотрудничать. Я понимаю, что ввиду отсутствия газа, так как люди будут пользоваться электроплитами, будет дополнительная нагрузка на электросети. И, соответственно, это приведет к авариям. Если сотрудники Облэнерго не ходят на работу, потому что не хотят сотрудничать с расшистами, то это точно приведет к авариям, которые некому будет устранять. Поэтому проблема в этом есть. И я бы сказал, что ситуация это как на пороховой бочке. Будут ли выплачены отпускные сотрудникам детских садов, обещали в июле. В июле. Ну, июль еще не закончился, поэтому по отпускным мы завтра подведем итог. Завтра подведем итог и будем заниматься данными выплатами. Коммунальные предприятия Водоканала, если остались работать, считаются коллаборантами. Если отказываются от работы, будет ли поступать зарплата. У нас есть коммуникации и с директором КП Водоканала, и с заместителем директора коммунального предприятия Водоканала. Не со всеми заместителями директора. Некоторые уже проходят по спискам силовых структур с возбужденными уголовными делами. Особо активные заместители директора Водоканала. Но, да, те, кто не согласились сотрудничать, мы готовы выплачивать заработную плату. Свяжитесь со своим руководством. Мы пойдем на встречу. Как бы тем, у кого временные права, АМРЭО не работает. Возможно ли в ДИИ подать на перезапуск водительских? Не готовы ответить, не сталкиваются с этой ситуацией. Изучим, сообщу. Картки работников гимназии 22 заблокованы у права банка. Відповіли, що їх подало як колаборантів, а дало ніяких официйної і неофицийної підтвердження. Цього факту немає. Розберіться, будь ласка. Будь ласка, залюбки розберусь, контактувати треба наступним чином. Є директор школи, є начальник управління освіти, є профільний заступник міського голови. На будь-кого з них виходьте, будь ласка, та ми допоможемо з цим. Безопасно ли платити налоги ФОПом Украине по тем счетам, які були до войны? Да, счета городського бюджету не поменялись. Абсолютно так і нужно платити. Як можна быстрей попасть із Запорожжя в Мелитополь, щоб забрать родителів, очередь на выезд із Запорожжя в Мелитополь 10-15 днів? Да, действительно, є така очередь. Она связана з тим, що рашисты в день пропускають не більше 150 машин. А через це узкое горлышко їдет Мелитопольський район, Бердянський район, Васильевський район, вся Херсонська область, вся Донецька область і Луганська область. Поэтому 150 машин делится между всеми. Сегодня квота Мелитопольського района всего 40 машин в день. 40 человек в день должно выезжать. Подчеркиваю, должно. За вчера выехало, если не ошибаюсь, то ли 10, то ли 15 машин всего, потому что рашисты открыли пункт проезда исключительно в 6 вечера, если не ошибаюсь. Поэтому, согласно этой очереди, и стараемся обеспечить проезд. Как получить свидетельство о смерти? Есть процедура получения. Мы ее сейчас продумали в индивидуальном порядке. Свяжемся с вами, поможем. Можно ли брать от оккупантам 10 тысяч рублей? Спрашивает уже три раза. Подставная явно. У меня нет ответа. Можно ли брать от оккупанта 10 тысяч рублей? Мое четкое понимание, что государство Украины выполняет все свои обязательства. А если сегодня взять от оккупанта 10 тысяч рублей, потом что-то придется отдать. Что-то это что? Государство? Почему не выплачивать детские выплаты? Дайте, пожалуйста, конкретно какие. Кому не выплачивается, мы проконтролируем, чтобы выплата... Ну ладно, сегодняшний день я хочу несколько раскрыть вопрос. Почему есть часто вопросы с теми или иными выплатами, субсидиями задаются вопросы и другими платежами. Это связано с тем, что сегодня есть сложность в совмещении синхронизации реестров. Потому что часть реестров осталась на территории города Мелитополя, часть реестров централизована, часть сотрудников в Мелитополе, часть в Запорожье, часть выплат перенеслись на администрирование в Киев. Поэтому глобально все выплаты осуществляются. Если в каком-то частном порядке... Если в каком-то порядке не произведена выплата, дайте информацию, мы разберемся. 50% заплаты получают люди, которые хотят работать, ходят на работу каждый день. Именно Центр первичной медико-санитарной помощи номер один. Окей. Завтра же переговорю с руководителем, с Лилией Юрьевной, для того, чтобы разобраться в этом вопросе. Доброго дня. Так. Есть ли сайт или аккаунты, куда можно слить коллаборантов? Конечно, есть. Мы дадим ссылочку. Благо, дело Мелитопольцы очень ответственное. Помогают нам в этом. И информация о всех коллаборантах нам известна. Мало того, известно об их передвижении, месте жительстве. И даже силами сопротивления открыта охота на некоторых. К сожалению, это или к счастью. Для них. Окей. Уважаемый Мелитопольцы. Постарался ответить на все вопросы. Через несколько недель по традиции продолжим наш прямой эфир. А между прямыми эфирами буду отвечать, коротко информировать волнующие всех нас темы. Ну и традиционно до встречи в нашем украинском Мелике.